всем привет даже не знаю с чего начать ужас меня правда отпустил ужас меня одолевает каждый раз когда выходит новая классинка группы ес потому что группу если я безумно люблю и каждый раз боюсь разочароваться как было не однажды хотя не столь часто но это сказать после того как группа удивила мир своим первым альбомом обилием идей всяческих как она потрясла мир симфонизмом и мощью time and word как она повергла в недоумение всех меломанов и всех критиков концептуализмом close to the edge после того как разорвала на куски просто яростью релеера после того как размазала всех абсолютно тех кто имел проигрыватели вот этим тяжеловесным но грандиозно прекрасным изумительным альбомом going for the one вышла еще пара тройка альбомов замечательных а потом случился вот этот ужас но это для меня например вот такую мерзость как органов и лонли хат я до сих пор спокойно слышать не могу это им телешное барахло но это мое только мнение недостойно группы ес великой недостойно но тем не менее бывают такие штуки всем нужны деньги даже отвратительная драма на мой взгляд это лучше чем вот это вот овна of a lonely heart но масса пластинок была роскошных совершенно вот кстати пластиночка записи на bbc 69 70 год если кому интересно очень необычная потом как-нибудь расскажу про нее magnification open your eyes прекрасные совершенно записи но все равно страшно когда нет андерсона в составе когда нет вейкмана все равно что-то такое дрожит во мне но тем не менее пластинку я купил для квест роджер дин как всегда во всей своей красе художник изумительные которого мы знаем и любим по оформлению пластинок в первую очередь есть конечно но также асибиса юрая хип и много 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 баджи много чего делать очень красивая книжечка тоже диновская история диновский дизайн диновские картины все очень здорово состав приятный что скажешь стив халл а уайт два человека из основного главного состава есть хотя на первом альбоме их нет но это неважно первый альбом был вообще тысячи лет назад джеффри даунс джон дэвисон били шер вот и джей шеллин на перкуссии джон дэвисон кто такой певец знаете его уже наверное это не первая классинка с дэвисоном дэвисон это бас-гитарист нью-йоркской группы sky крайс мэри который играла и играет собственно я только что на лейбле моего хорошего товарища саши цалихина в нью-йорке трейл рекордс вышла новая пластинка sky крайс мэри уже без дэвисона группа очень расстраивалась из-за того что увели у нее бас-гитариста талантливого этого самого дэвисона игра он там на бас-гитаре в sky крайс мэри и пел бэк-вокалы а бэк-вокалы петь вы знаете гораздо сложнее гораздо труднее гораздо тоньше и правильнее нужно говорить голосом чем иногда петь лидирующий вокал бэк-вокалист это вообще очень востребованная фигура всегда и везде ну собственно к самой пластинки пластинка двойная как нынче модно выпускать яблоки тоже кстати диновские красивые видно да если не очень видно я достану вот такие яблоки красивые диновские диновская диновская красота диновские чудеса как нынче модно выпускать виниловые пластинки с компакт-диском внутри и не с одним компакт-диском а с двумя компакт-дисками потому что на 1 решили не помещать артисты все свое все свои чудеса которые здесь записаны хотя по времени влезла бы и на 1 мы выпустили на 2 ничего страшного так даже интересней ну и конечно дрожь брала когда я начал слушать этот изумительный альбом но дрожь быстро прошла потому что эта пластинка с одной стороны на из похоже это тот самый есть который мы любим это та самая красота то самое мастерство та самая фантазия те самые оркестровки аранжировки и все все на месте но с другой стороны это альбом состоящий из песен не из полотен больших и сложных а из песен вы скажете ха было таких альбомов полно там начиная с тормата да правильно но здесь другая история здесь песни пронизаны если не сказать ностальгией то пронизаны такой таким взрослым отношением ко всему к миру к себе к музыке звуку к окружающим людям и к памяти тоже песня разруганная критиками мистер и тару ну то что критики ругают как мы знаем это всегда хорошо значит надо слушать практически посвящена группе битлз а есть группу битлз любили всегда и пели песни битлз вы знаете да помните на первом альбоме и на концертах и где угодно в мистер и тару упоминается и джон и пол и джордж и ринга и даже maddie waters но песня не пронизана ностальгии она просто безумно красиво эта песня о красоте о том что битлз дали такой заряд что их музыка как здесь поется стивом холл и дэвисоном проникает к нам через окно в ванной несмотря на закрытую дверь помните с эти строчки битловские с пластинки и биралут sister sleeping soul прозрачная акустическая штука тоже ясовская но странно такая акустическая также как и дабы что world заключительное полотно которое написал стив холл это последние три песни я сейчас упомянул которые на втором компакт диске находится и на четвертой стороне виниловой пластинке они вообще не похожи на привычный электрический грандиозный ес они очень прозрачные они такие битловские что и о чем и поется там а начинается с the ice bridge пластинка джен джон дэвисон и джеффри даунс написали ее это такой адский в хорошем смысле рок с изумительным гитарным рифом который стив холл играет периодически в финале вообще долго его играет с паузами паузы заполняет джеффри даунс на клавишах такой дуэт у них замечательный просто гитарных клавиш на этот риф он простой из четырех нот всего но хочется чтобы его играли 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 дальше очень жаль что он заканчивается но песня сразу задает такой кайф такой драйв моторный бас совершенно который тащит и тащит тащит функция баса очень здесь важно он просто он закручены партия сложная с таким довольно сложным размером я его не высчитывал но это не просто риф там туда 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 а там длинная фраза циклически такая папа закрученная повторяющаяся и вот он тащит тащит такой роковый драйв и гитара хау абсолютно роковая дэр и ноу песня стива хау с оркестром с пышным оркестром с очень красивыми гитарами но странно было бы если бы были гитары некрасивую стива ху дирижирует оркестром олег кондратенко я не знаю этого парня но очевидно что с русскими музыкантами у ес контакты давние помните игоря хорошего клавишника который играл на трех если мне память не изменяет альбомах ес русский парень который жил в чикаго уже на момент знакомства с есом клавишник который родился в москве торчал на группе ес много лет играл на клавишу хочет хорошо снимал все партии вейкмана и рассылал свои кассеты кассеты магнитофонные рассылал в разные места и однажды кассета попала к андерсону непосредственно чудеса бывают и случилось чудо друг спас друга игорь проснулся дома телефонного звонка ему звонит андерсон приглашает его на прослушивание в группу ес документальная история это чистая правда так и было игорь поехал его взяли въезд и три альбома он записал с ними увидеть его можно на записи концерта ес и на house of blues по моему называется концерт группа ес где игорь хорошев играет на клавишах ну да ладно здесь у нас олег контротенка я не знаю откуда так сказать как они познакомились с ним минус the man песня которую написал джон дэйвисон и билли шер вот бас-гитарист очень длинная очень красивая очень сложная но для меня больно умная она как-то она в моем сознании она распадается на куски и в ней нет какой-то цельности но это мое мнение при этом все хорошо все красиво live alone это очередной бенефис стива хау опять-таки с оркестром опять-таки много всего очень все круто и хау играет на гитаре здесь и так как стив хау иногда даже как эрик клэптон меняет тембры меняет подход меняет фразировки и играет все что не все что знает и умеет умеет и знает гораздо больше конечно но тем не менее очень много всего у него кстати есть пластинка где он играет боба дилана целиком большой альбом на виниле его не видел был у меня на компакт-дески как-то the western edge это уже чистый yes это кивок в сторону уже если не going for the one то куда-то может быть open your eyes вот этот этот период при этом все свежо бодро и все это 21 век future memories изумительная баллада джона дэйвисона просто баллада и баллада очень красивая сложная совершенно не есовская но сыграно по-есовски очень много акустики очень красивая мелодия это конечно не элтон джон это может быть даже интереснее где-то местами но в эту сторону music to my ears песни стива хау по странному стечению сознания и влияние какого-то вселенной на стива хау это неожиданная песня которую можно вообще петь у костра под гитару она не так проста конечно как привычные нам песни отечественных музыкантов но в принципе вот так вот сыграть ее можно у костра спеть если есть хороший голос все будет в порядке это не close to the edge эта песня которую можно петь любимым и ливен island джон дэвисон и джеффри даунс завершается первая пластинка виниловая этим полотном это опять кивок в привычный нам любимый добрый кайфовый мощный драйвовый громкий и замечательный ес в общем пластинка на самом деле можно и не бояться этот пять баллов крепких слушайте получаете удовольствие и не пугайтесь того что это не совсем похоже на close to the edge не совсем похоже на релеер совсем не похоже на первый второй и третий альбомы ну а это ес слава богу и я надеюсь что история группы ес на этом не закончится с вами был я пошел как всегда пить пока